История Греции и греческого народа насчитывает тысячелетия. А истоки доисторического субстрата, на котором выросла греческая цивилизация, теряются в глубинах более десятка тысяч лет. Это древнейшая цивилизация Европы, поэтому неудивительно, что множество людей приезжает в Грецию именно с целью увидеть места, где зародилась и развивалась современная европейская культура, осмотреть археологические и исторические достопримечательности, посетить многочисленные музеи и экспозиции. Также многие туристы, которые хотели бы просто отдохнуть на берегах древнего винно-цветного моря, не остаются равнодушными к греческой истории. Даже далекие от изучения истории люди знают имена Геракла, Одиссея, Гомера, и основных греческих богов, помнят про подвиг 300 спартанцев и про некоторые другие яркие события древней истории. Те, кто еще не забыл школьный курс, могут рассказать и про зарождение науки в Древней Греции, появление демократии, развитие скульптуры, архитектуры, театрального искусства. Тем не менее, школьный курс, как правило, охватывает весьма небольшой период греческой истории, и ориентироваться во всем изобилии исторического и археологического наследия Греции неподготовленному человеку очень трудно. Бывает, что и экскурсоводы весьма слабо разбираются в хитросплетениях истории Греции и допускают весьма серьезные ошибки в своих рассказах. Надо сказать, что довольно существенный вклад в искажение восприятия истории вносит и современный кинематограф. Поэтому для понимания увиденного в Греции необходима хотя бы минимальная историческая подготовка. Безусловно, в виду своего богатства история Греции весьма сложна. Ученые делят ее по различным основаниям на множество стадий, периодов и подпериодов, к тому же различающихся в различных географических областях. Тем не менее, основные исторические вехи вполне очевидны. Итак, доисторическая Греция или каменный век. Он подразделяется на палеолит, мезолит и неолит. По сравнению с палеолитом, мезолит характеризуется переходом к более оседлому образу жизни и освоением новых технологий обработки камня и других материалов. К началу мезолита вымирают все древние виды людей, остается только один вид человека современного типа, Homo sapiens. В эпоху неолита человек окончательно переходит от собирательства к земледелию и скотоводству. Заканчивается каменный век освоением обработки меди. Древнейшие обнаруженные стоянки древнего человека в Греции, относятся примерно к 500 тысячам лет до нашей эры. Находки древнейших останков человека прямоходящего, и следов использования огня сделаны в Петролонской пещере. По различным оценкам возраст найденных останков от 200 до 600 тысяч лет. Пещера находится в 55 километрах от города Фессалоники. Ее длина составляет около 2 километров. Современный вход представляет собой искусственный тоннель. Немалый интерес представляют и несколько залов с причудливыми сталактитами, сталагмитами и сталагнатами. Пещера Франкти в Арголиде является интересным примером почти непрерывного проживания Homo sapiens sapiens на одной территории в течение более чем 15 тысяч лет. Здесь обнаружены слои времен Палеолита и Мезолита. В метеорах для осмотра доступна пещера Теопетра. В ней обнаружена искусственная стена, построенная примерно 23 тысячи лет назад. Это возможно, наиболее древнее искусственное сооружение не только в Греции, но и в мире. Наиболее характерными образцами неолитических поселений являются Демини, Диспелье, Лерна и Сескла в материковой Греции. В Диспелье создан музей под открытым небом, где реконструировано неолитическое поселение на воде, включая жилища, лодки, очаги, бытовую утварь и инвентарь. В поселении Сескла строились двухэтажные дома, жило около трех тысяч человек, что позволяет считать его первым известным городом Европы. Другие неолитические культуры Греции в эту эпоху еще обитали в пещерах. Бронзовый век, или Элладский период, начинается с началом миграции на территорию Греции и индоевропейских племен, которые постепенно ассимилировали местное население. В этом периоде возникли и пали великие культуры древности, Минойская и Микенская цивилизации. Также большой интерес вызывает локальная, но весьма самобытная кекладская цивилизация. Кекладская культура получила свое название по архипелагу Кеклады, где она была распространена на протяжении двух с половиной тысяч лет. Кекладские статуи и статуэтки с ярко выраженной геометризацией и форм очень необычны и легко узнаваемы. Примечательно, что раскопанные в последние годы на кекладах города, имели мощеные улицы и хорошо спроектированные двухэтажные в основном дома, с развитыми в ремесленном отношении конструкциями окон и дверей, превосходившими более поздние постройки на материке. В материковой Греции интересным примером поселения начала Элладского периода является Лерна в Арголиде. Там сохранились остатки небольшого дворца, который известен под названием Дом с черепицами. Вокруг дворца было построено кольцо оборонительных стен с башнями. Минойская цивилизация, первоначально возникшая на Крите, впоследствии распространила свое влияние и на многие острова Эгейского моря. Основными очагами культуры и цивилизации были так называемые дворцы, сложные экономико-политические комплексы, крупнейшие из которых существовали в Кноссе, Фёсте, Закросе и Тилисосе. Их руины сохранились и доступны для осмотра. Хотя возникновение минойской цивилизации с греческими племенами никак не связано, она справедливо рассматривается как начало собственно греческой истории. Минойцы оказали сильное воздействие на греческую культуру. А впоследствии сами минойские центры перешли под управление греческих вождей. Это уже время мифов и легенд. Согласно ним, Кносский дворец был построен Великим Дедалом, овладел им царь Минос, которому отправился Тисей, чтобы сразиться с Минотавром, и победил его с помощью Ариадны. Минойцы уже овладели письменностью, но она до конца так и не дешифрована. Помимо дворцов Крита, большой интерес представляют раскопки в Акротире на острове Фира, где обнаружен город Минойского времени, засыпанный вулканическим пеплом и относительно хорошо сохранившийся. Формирование греческой народности началось на рубеже второго и третьего тысячелетий до нашей эры, во времена миграции на территорию материковой Греции, первых греческих ахейских племен. К середине второго тысячелетия были образованы мощные города-крепости, центры царств, Микены, Теринф, Пилос, руины которых впечатляют и сегодня. По названию самого крупного из этих первых греческих царств, Микены, вся эта культура получила название Микенской цивилизации. Афины также были одним из центров этой цивилизации, но с тех времен мало что сохранилось из-за более поздних перестроек. Ахейские греки проникли на Крит и Кеклады, колонизировали многие острова в Эгейском море, основали ряд поселений в глубине территории Греции, на месте которых позднее взросли знаменитые античные города-государства. Микенская письменность полностью дешифрована, и язык того времени является наиболее древней засвидетельствованной формой греческого языка. Период развития Микенской цивилизации, это время большинства греческих мифов и легенд, это времена богов и героев, Геракла, Аргонавтов, и великих деяний древних времен. В период наивысшего могущества Ахейской Греции, на рубеже XIII-XII веков до н.э., началась война с Троей, которая хорошо известна нам по поэмам Гомера. После Троянской войны начался распад Микенского мира, который связывают как с общей военно-политической нестабильностью в регионе Эгейского моря, так и с приходом новых, дарийских греческих племен, сумевших разрушить Микенские царства. Этот процесс получил название «катастрофа Бронзового века», и был сопряжен с переходом от Бронзового века, к Железному. Несмотря на падение Микенских центров, ее традиции некоторое время еще прослеживаются. Однако катастрофа привела к значительному регрессу во всех областях жизни и материальной культуры. Была забытая письменность. Начались так называемые Темные века. Темные века – период в истории Древней Греции, который начался после дарийского вторжения и заката Микенской цивилизации, а закончился с возникновением греческих полисов. Об этом периоде известно очень мало, он характеризуется упадком культуры, окончательным разрушением остатков Микенской цивилизации, возрождением родоплеменных отношений. Дома строились из дерева и сердцового кирпича, и не сохранились. Археологические находки весьма скудны. В росписи керамики этого времени безраздельно господствует так называемый геометрический стиль. Стенки сосудов покрывает незатейливый геометрический узор, составленный из концентрических кругов, треугольников, ромбов, квадратов. Можно сказать, что история начинается заново. Вместе с тем в темные века освоена выплавка и обработка железа, закладываются основы классического города Полиса, и формируется новая система письма. Следующий период греческой истории получил название Архаического. В этот период получила полное развитие самая влиятельная и распространенная политическая форма – Полис. Царства окончательно исчезли, а в Полисах сложились правительства республиканского типа. Подъем уровня жизни и значительный рост населения послужил основой мощной греческой экспансии. На берегах Средиземного и Черного морей основывается множество новых греческих поселений, колоний. Поэтому археологические памятники Древней Греции можно встретить и в Турции, и в Италии, России, Украине, и в других странах. Возникают общегреческие религиозные центры – Дельфы, Олимпия, Элевсин, Немея. Появляются деньги, совершенствуется военное дело, развивается философия и искусство, население концентрируется в городах. В эпоху архайки формируются основные типы монументальной скульптуры – статуи обнаженного юноши, Курос, и задрапированной девушки, Кора. Куросы всегда воялись в полный рост в позе ходьбы, одна нога всегда выступала вперед, лицо украшала так называемая архаическая улыбка. Но в этих скульптурах нет индивидуальности и естественности, это выглядит, будто Куросы только притворяются, что идут, положение конечностей неорганично. Несколько более многогранные извояния девушек. Эти статуи создавались некоторыми изменяющимися чертами. В керамике происходит переход от простого геометрического стиля к сложным многофигурным изображениям. Вначале господствует чернофигурный стиль, а к концу архаического периода возникает более сложный краснофигурный стиль. В архитектуре сложился дорический ордер, а затем и ионический, возобновилось строительство из камня. Сооружений этой эпохи сохранилось немного ввиду естественных разрушений и более поздних перестроек. Хорошим образцом ранней храмовой архитектуры является сокровищница Афин в Дельфах, хотя она построена уже на исходе архаического периода. К концу архаики воздвигались уже более крупные и сложные здания, например, храм Аполлона в Коринфе. В Олимпии сохранились руины храма Геры, построенного примерно в 590 году до нашей эры, и разрушенного землетрясением в начале 4 века нашей эры. Это древнейшие из дошедших до нас памятников, исполненных в дорическом ордере. И по сей день на алтаре этого храма зажигается олимпийский огонь. Заканчивается архаический период Древней Греции во времена греко-персидских войн, которые имели большое значение для Греции. В своих успехах греки видели победу свободы над тиранией. Так как преимущество оказалось на стороне афинской демократии, то после греко-персидских войн почти все греческие полисы были охвачены демократическим движением. Следующий период, это классический, который в той или иной степени знаком всем. После победы греков в греко-персидских войнах происходит возвышение Афин, где происходит небывалое развитие в области архитектуры и градостроительства, скульптуры, живописи, ювелирного искусства, поэзии, театрального искусства, науки и образования, государственного устройства. Развивается торговля, морское и военное дело. Достижения греков в области архитектуры и скульптуры не потеряли своего значения и по сей день. Строгий дорический архитектурный стиль, продолжая быть господствующим, делается легче в своих формах и смелее в их сочетании, ионический же стиль входит все в большее и большее употребление, и, наконец, постепенно получает распространение и коринфский стиль. В собственной Греции храмы становятся все более благородными и гармоничными как по общему своему характеру, так и по пропорциональности отдельных частей, а в малазийских колониях зочия больше заботятся о роскоши материала, форм и украшений. Древнегреческая классическая скульптура, это одно из высочайших достижений мировой культуры, оставившие неизгладимый след в мировой истории. Центральной темой всей греческой скульптуры, едва ли не единственным предметом изображения, был человек или же антропоморфное божество. И в этой сфере древних греков превзойти уже невозможно. Синтез скульптуры и архитектуры в древнегреческом искусстве достиг своего высшего развития в Афинском Акрополе, и в особенности в Парфеноне, хотя многое, к сожалению, разрушено и утрачено. Важно учитывать, что древнегреческие скульптуры и храмы были обычно ярко раскрашены, а при реставрации окраска традиционно не восстанавливается. Оригинальный вид скульптуры и архитектуры можно увидеть только на копиях в некоторых музеях, и в цифровых реконструкциях. С развитием театрального искусства в Греции распространяется новый тип строений – театр. Театры обустраивались под открытым небом с максимальным использованием особенностей рельефа, у склонов холмов. Внизу располагалась круглая площадка, орхестра, а на склонах полукругом размещались места для зрителей – театрон. Впоследствии за орхестрой, напротив театрона, появляется еще одно небольшое сооружение – скена для переодевания актеров. Некоторые древнегреческие театры используются по прямому назначению и в наши дни. Древнегреческая живопись ранее считалась почти совершенно утраченной, и известной больше по восторженным отзывам о ней в античной литературе, по поздним копиям и подражаниям, а также по вазописи, лучшие образцы которой поражают своим совершенством. Однако в конце 20 века была вскрыта царская македонская гробница около Виргины, где обнаружены изображения сцены охоты и похищения Персифоны. Они датируются 336 годом до нашей эры и могут считаться подлинными древнегреческими живописными работами. Самыми сильными полисами классического времени были Афина и Спарта. Разразившаяся между ними многолетняя война сильно ослабила оба полиса, привела к сильному падению экономики, усилению социального расслоения, междуусобицам, массовому нарушению религиозных и культурных запретов. В итоге это дало возможность набравшей силу Македонии разбить все греческие войска. На этом и заканчивается классический период Греции. Неприходящим историческим уроком служит культурное наследие Спарты, которого практически нет. Общество, полностью подчиняющее личность интересам государства, и нацеленное только на усиление военного могущества, оказалось неспособным привнести что-либо в мировую сокровищницу искусства, науки и технологий. Следующий эллинистический период истории Греции продолжался от времени завоеваний Александра Македонского, до присоединения Пелопонезского полуострова и греческих островов к Риму. В этот период большинство греческих полисов лишилось своей самостоятельности. Значение собственно Греции в греческой цивилизации резко упало. Большие изменения произошли в греческой общественной структуре. Она представляла собой смесь из греческих и восточных элементов. Основными центрами эллинистической культуры были Александрия в Египте, и Антиохия в Сирии. Новые восточные царства поощряли эмиграцию из Греции и Македонии. Греческий язык стал языком международного общения, но и несколько упростился. Эта форма языка известна как кайне, на ее основе сложился греческий язык более поздних времен, а затем и современный язык. Архитектура уже не обладала чистотой вкуса предшествовавшей эпохи. Под влиянием чувственности и изнеженности Востока, строители заботятся главным образом о пышности и эффектности своих сооружений. Повсюду господствует пристрастие к роскошному Каримскому ордеру, помимо храмов массово строится здание гражданского характера, театры, дворцы, общественные здания и сооружения, развалины которых можно видеть по всему Восточному Средиземноморью. В этот период на огорах и около театров появились общественные туалеты. Эллинистическая скульптура становилась все более разнообразной под влиянием культур народов, втянутых в греческий мир завоеваниями Александра Македонского. Во многом это вызвало снижение качества и оригинальности, однако известно, что многие скульптуры, ранее считавшиеся классическими шедеврами, относятся к эллинистической эпохе. Тем не менее, в этот период произошел сдвиг в сторону возрастающего натурализма. Скульпторы больше не чувствовали себя обязанными изображать людей как идеалы красоты или физического совершенства. Простые люди, дети, животные и домашние сцены стали приемлемыми объектами для скульптуры, которую богатые семьи заказывали для украшения своих домов и садов. Скульптура, как и гончарное дело, была поставлена на поток. Роспись по керамике претерпела аналогичное изменение. Изображаемые сюжеты существенно упрощались и зачастую стали представлять из себя бессюжетные композиции. Кроме того, происходила и стандартизация изображений на вазах, использовались трафареты для нанесения похожих изображений. Изменилась и сама форма ваз эпохи эллинизма. А она заметно усложнилась, стала более вытянутой и утонченной. Гораздо больше для украшения стали использоваться рельефные элементы и фигуры. Вместо множества враждующих друг с другом полисов, греческий мир теперь состоял из нескольких относительно стабильных крупных держав. Тем не менее эти государства представляли собой общее культурное и экономическое пространство. Однако политическая разобщенность привела к их постепенному завоеванию набравшим силу Римом. Римской Греции называют период греческой истории после победы Рима над Коринфянами в 146 году до н.э. и до переноса столицы Римской империи в Константинополь. В первое время, во времена Римской Республики, Греция влачила жалкое существование, из-за постоянных войн и грабежей ее население сократилось, уменьшилось число городов, обеднели и опустили целые области. С установлением императорской власти положение изменилось. Многие императоры выказывали большую заботу относительно Греции, особенно из дома Флавиев и Антонинов, которые неоднократно посещали основные города Греции и благосклонно относились к Афинам. Греческий язык стал вторым официальным языком империи. Греческие зодчие, художники и скульпторы перенесли в римскую культуру традиции своей страны и много способствовали облагораживанию римского искусства, хотя и должны были приноравливаться к вкусам римлян. В целом можно сказать, что это последний период истории греческого искусства, которое уже сливается с римским. Второй век нашей еры, эпоха Антонинов, был блестящим временем для Афин. Благодаря обилию произведений искусства, внешним удобствам жизни, и больше всего знаменитым школам, Афины представлялись для всякого, кто искал просвещение, обетованной землей, куда ехали учиться из разных мест обширной империи. В Афинах римский период строительства отмечен значительной активностью, особенно в районах Старой и Новой Агары, но это уже римская архитектура. В годы правления Адриана завершено строительство самого большого храма Греции, Зевса Олимпийского, начатый несколько веков назад. Воздвигнут храм Зевса и Геры, построены библиотека и театр, проведены каналы и дороги. Совершенствуется инженерное мастерство, что заметно в исполнении арок, сводов, куполов и различных технических систем. В строительстве широко применяется бетон и кирпич. Активно строятся акведуки и мосты. Среди общественных зданий большое распространение получили термы, то есть бани, которые первоначально возникли по греческому образцу, но впоследствии стали центрами общественной жизни. В скульптуре появился новый вид портретного изображения, бюст. Изображение характеризуется четкой и скрупулезной передачей неповторимых черт модели без приукрашивания и идеализации, без сокрытия следов старения и физических недостатков. Пакс Романа, римский мир, был самым продолжительным периодом мира в истории Древней Греции, около трех веков. И хотя греческие полисы лишились последних остатков своей внешнеполитической независимости, или вернее благодаря этому, это был период экономического и культурного подъема. Развитие христианства, начавшееся в этот период, и гонение на христиан, в целом оказывало довольно ограниченное влияние на жизнь греков вплоть до середины третьего века, когда произошел затяжной политический и экономический кризис Римской империи. После этого кризиса экономическая и политическая жизнь все больше перемещается на восток, начинается и упадок языческой религии. В 330 году император Константин объявил своей столицей город Византий, и начинается новый этап в жизни империи, и Греции в ее составе. Византийский период, длившийся более 800 лет, оказал сильнейшее влияние на формирование современной греческой нации и во многом определяет мировоззрение современных греков. Новая столица была основана на двойной традиции языческого Рима и христианства, и это странное соединение Востока и Запада, военной силой и аскетического духовного самоотречения, наложило свой отпечаток на Византию до самого конца империи. Хотя официальным названием Византии была Римская империя, но и в западных, и в славянских странах ее часто называли империей греков или греческим царством из-за государственного статуса греческого языка, эллинизированного населения и культуры. Византия очень быстро начала развиваться как христианское государство и стала средоточием той ветви христианства, которое мы называем православием, и современная Константинопольская церковь остается духовным центром греческого православия, которое включает в себя гораздо большее, чем элладская православная церковь на территории нынешней Греции. Формирование христианства как философско-религиозной системы происходило под сильным влиянием ближневосточных религиозных учений, что, вероятно, обусловило упадок науки, которая практически не развивалась, за исключением медицины. В то же время формируется новая византийская философия, понимающая бытие как совершенство творения. Рождается новая эстетика, отражающая изменившуюся систему духовных и нравственных ценностей. Крупнейшим художественным явлением стала византийская иконопись. Принятие догмата иконопочитания и развитие соответствующих богословских основ оказало огромное влияние на развитие иконографии, складывание иконописных канонов. Отходя от натуралистической передачи чувственного мира, иконопись становится более условной, тяготеющей к плоскостности, изображение лиц сменяется изображением ликов, в которых отражается телесное и духовное, чувственное и сверхчувственное. В периоды экономического подъема империи большое развитие получила мозаика, в которой использовались новые приемы, такие как подкладывание золотой фольги под кусочки цветного стекла или изменение угла, под которым укладываются элементы мозаики. Однако в позднем периоде империи, мозаика из-за дороговизны была вытеснена фресками. Декоративно-прикладное искусство получило широкое распространение, особенно резьба, художественное литье, черни и эмаль. Скульптура в Византии практически не развивалась, так как Восточная Церковь всегда неблагосклонно смотрела на статуи, считая их в некотором роде источником идолопоклонства. Архитектурное наследие византийской эпохи представлено в наибольшей степени церковной архитектурой, чем светской, в силу исторических обстоятельств. Наиболее богатый памятниками раннехристианского и византийского зодчества город Фессалоники и, конечно же, Святая гора Афон и Метеора. В начальный период византийская архитектура продолжала традиции позднеантичного мира. Основным видом здания была прямоугольная базилика в три или пять нефов. Такие храмы часто обстраивались с трех сторон галереями. Впоследствии византийское зодчество постепенно перешло к купольной системе и доминированию крестово-купольного храма как ее основной разновидности. Внутренние помещения не отличались богатством и сложностью архитектурных деталей, но зато стены облицовывались снизу дорогими сортами мрамора, а вверху обильно украшались позолотой, мозаичными изображениями или фресковой живописью. Что касается византийской фортификации, то она была хорошо развита, но в чистом виде и в хорошем состоянии на территории Греции она сохранилась относительно мало, ввиду разрушений или поздних перестроек. Интересный образец – это монастырь Иоанна Богослова на острове Патмос, который построен как крепость с бастионами и башнями для защиты от пиратов. Хорошо сохранились крепостные стены на острове Манимбасия на юге Пелопоннеса, частично в городе Фессалонике. Византийский период на всей территории Греции в целом, завершился с захватом Константинополя крестоносцами в начале 13 века. С этого времени и до середины 15 века византийское правление сохранялось только на отдельных территориях современной Греции. Наибольший интерес вызывает наследие морейского диспотата на Пелопоннесе. Город Мистра – резиденция правителя византийских территорий в Море, как тогда назывался Пелопоннес. Город был построен в середине 13 века и изначально предполагался как административный и культурный центр. Благодаря высокому качеству строительства сохранилось много зданий практически полностью. Мистра сразу привлекла ярчайших деятелей культуры и искусства того времени и быстро стала интеллектуальной столицей поздней империи до ее окончательного падения в 1461 году. Следующий исторический период Греции получил название Франкократия, и последовал за взятием Константинополя крестоносцами в 1204 году. В этот период власть находилась в руках правителей западноевропейского происхождения. За исключением Эпира, вся территория Греции была разделена на государственные образования феодального типа, кроме островов и некоторых районов, переданных Венецианской Республике или захваченной ею. Впоследствии границы владений постоянно перекраивались, и их запутанная история не поддается краткому изложению. Термин Франкократия, в узком смысле, применяют обычно к территориям, где власть принадлежала рыцарям-крестоносцам и их наследникам. На территориях, находившихся под властью Венецианской Республики, используют термин Венецианский период или Венитократия, а на островах Додеканеса, находившихся под управлением Ордена Рыцарей Иоаннитов, чаще говорят Рыцарский период или период владычества рыцарей. В период франкократии столкнулись две совершенно не похожие друг на друга культуры, две различные системы государственной и церковной организации. Также имелись существенные разногласия и между новыми правителями, поэтому большинство новых государственных образований оказались весьма неустойчивыми. Длительность периода западного владычества весьма различна на разных территориях, и заканчивался он либо с восстановлением власти Византии, либо позже по мере захвата территории Греции османами. Влияние западного управления на экономическое и культурное развитие подвластных территорий весьма неоднозначно и разнообразно. Отметим, что дольше всего под управлением западных стран находились Сионические острова, с XII века по XIX. Это наложило весьма заметный отпечаток на местную культуру. От периода франкократии по всей стране осталось большое количество феодальных замков и крепостей, построенных по западному образцу. Они лежат в основном в руинах, но некоторые сохранились весьма неплохо или восстановлены, как, например, замок Хлемутси в Элиде, на северо-западе Пелопоннеса. К территориям, находившимся под властью Венецианской республики, относятся в первую очередь острова Крит и Эвбея, Ионические острова, Закинтас, Кефалония, Керкера, а также отдельные районы на берегах материковой Греции. На этих территориях осталось несколько превосходно сохранившихся крепостей и городских укреплений, построенных по последнему слову военной науки и практически неприступных. На Пелопоннесе это, например, крепость Паламиде в городе Навплян. На Крите крепость Спиналонга, городские стены в Ироклеоне длиной около четырех с половиной километров и другие. Не менее развита была и гражданская архитектура, которая неплохо сохранилась и на Крите, и на Ионических островах, где Венецианский период, это время культурного расцвета. Некоторые греческие острова, Хиас, Лесбос, Самос, Тасос, находились под властью извечного конкурента Венеции, Генуэзской республики. Но владение Генуэ на территориях, относящихся к современной Греции, намного меньше по сравнению с Венецией. На Хиасе и некоторых других островах сохранилось много крепостей и других укреплений, построенных или реконструированных в период владычества Генуэзской республики. Первоначально генуэзцам принадлежал и остров Родос с другими островами архипелага Дадиканес. Впоследствии эти острова были выкуплены рыцарским орденом Святого Иоанна или, как их по-другому называют, госпитальеров. Несмотря на постоянные военные угрозы, Родос получил сильное экономическое развитие. Торговля со странами Востока и Запада значительно возросла, велась значительная строительная деятельность. Важнейший и впечатляющий исторический памятник рыцарского периода – это, конечно же, старый город Родос. В нем полностью восстановлена передовая по тем временам крепости многие другие здания и сооружения этого периода. Нельзя сказать, что это точная реставрация, но качество и объем работ поразительны. По мере захвата территории Греции турками-османами, начинается новый, османский период в истории Греции. Начиная с 15 века и до национально-освободительного восстания в 1820-х годах, большая часть современной Греции входила в состав Османской империи. Завоевание северной части Греции началось в 14 веке, сразу после вторжения османов в Европу. Примерно через сто лет турки захватили Афинское герцогство, взяли Фивы, остров Лесбос и большую часть Пелопоннеса, кроме некоторых недоступных горных мест и немногих приморских пунктов, принадлежавших Венецианской республике. Борьба Османской империи с Венецией продолжалась еще около двух с половиной веков и закончилась полным вытеснением Венеции из Эгейского моря. Надо сказать, что национальное угнетение греков было не настолько сильно, как это часто представляют. Сохранились и структуры православной церкви, и местное самоуправление, и школьное образование. Тем не менее, политический и экономический гнет был весьма силен, процветал произвол и коррупции. Отношение турок к грекам было весьма презрительным, что выражалось и в обязательных требованиях к одежде и домам, запрету ездить верхом и в некотором другом. Многие церкви были переоборудованы под мечети. В греческом языке появилось множество турецких слов, заменивших старые греческие слова. Также определенные заимствования произошли в бытовой среде. Но в целом можно сказать, что в греческую культуру период османского владычества ничего положительного не привнес. С османского времени во многих городах остались здания или руины мечетей, хамамов, жилых домов, фонтанов. Многие из сохранившихся зданий используются как выставочные залы или музейные помещения и доступны для осмотра. Турецкие власти заявляют, что сохранилось около 10 тысяч памятников османского периода. Особый интерес может представить самая крупная сохранившаяся баня в Фессалониках, построенная в 1444 году и проработавшая до 1960 года. В городе Кавала, сохранился акведук, построенный в 16 веке и функционировавший до начала 20 века. Среди османских крепостей есть и серьезно модернизированные более ранние укрепления. Есть и вновь построенные, например, новая Новоринская крепость в городе Пилос на юго-западе Пелопоннеса. Интересно крепости Дзидин, недалеко от города Ханье на Крите, построенная в 19 веке, но доступ в нее затруднен. Османский период в целом заканчивается с началом греческого восстания в 1821 году. В 1830 году независимость Греции получает международное признание. Однако окончательное освобождение всех современных греческих территорий от османского владычества произошло только в начале 20 века. Так Греция переходит к новому этапу своей истории, новогреческому, который продолжается и по сей день. В 19 веке территория независимой Греции была в два раза меньше современной, на материке только южная ее часть, а острова только Кеклацкие. Остров Крит и северные территории вошли в состав Греции только в начале 20 века, а Родос и другие острова до Деканеса, после Второй мировой войны. В 19 веке Греция была королевством с крайне слабой экономикой, всецело зависящей от великих держав. Однако эта зависимость удерживала страну в состоянии относительной стабильности. После Первой мировой войны жестокая борьба политических кланов привела к поражению Греции в очередной войне с турками, территориальным потерям и изгнанию греческого населения из Малой Азии. Эти события вошли в историю под названием «Малоазийская катастрофа». Память о геноциде греков и этнических чистках остается зияющей раной в сегодняшних отношениях между греками и турками. Во Вторую мировую войну Греция вступила в октябре 1940 года, когда началось вторжение итальянской армии. Греция одержала первую крупную победу среди стран антигитлеровской коалиции, нанеся поражение агрессору и заставив итальянские войска отступить. Однако когда в апреле 1941 года германское правительство послало свои войска на захват Греции, вторжение прошло успешно, и Греция оказалась оккупированной до ее освобождения в 1944 году. День начала войны, 28 октября, является одним из важнейших государственных праздников Греции. Он называется День Охи, то есть День, нет в память об отказе от итальянского ультиматума. Второй важнейший праздник, День независимости, отмечаемый 25 марта, в память о начале национального восстания в 1821 году. Несмотря на экономические и политические неурядицы, с обретением независимости новое развитие получает греческая культура, наука, искусство, литература. Основываются Афинский университет, Академия наук, Национальный театр, Археологическое общество, Национальный археологический музей и другие учреждения науки, культуры и образования. В архитектуре используется новый, неогреческий стиль, хорошим примером которой служит так называемая Афинская трилогия, здание университета, Академии наук и Национальной библиотеки. Начиная с 1920-х годов портовые города начинают быстро расти, и формируется новый тип многоквартирного дома с многочисленными балконами и террасами, характерный для современной Греции. Среди инженерных достижений интересен Каримский канал, сделавший полуостров Пелопоне с островом, и самый длинный в Европе вантовый мост через Каримский залив. Также заслуживает внимание Афинское метро, которое считается одним из самых красивых и современных в мире. Среди инженерных достижений Афинское метро Среди инженерных достижений